Здравствуйте, меня зовут Смирнов Владимир, я практикующий врач-психиатр, психотерапевт, занимаюсь когнитивно-поведенческой психотерапией, а также схемотерапией в частности. В этом видеоролике я хотел бы рассказать вам, что такое синдром ночной еды. Изначально этот синдром представляет собой триаду симптомов, которые включают в себя утреннюю и дневную анорексию, то есть отказ от приема пищи и все аноректическое поведение, затем вечернее или ночное переедание и бессонницу. Стоит сказать, что встречается этот синдром в популяции не только у людей с избыточным весом тела или ожирением, но в принципе у любого человека. Очень часто он проявляется именно в стрессовые периоды жизни, и когда этот стресс отступает, то и этот синдром уходит вместе с ним. Но бывает, что он может персистировать достаточно долгий промежуток времени, и за это время у человека усиливаются депрессивные тенденции, то есть здесь уже развивается такая вторичная депрессия. Говоря о бессоннице, хочется упомянуть, что ночные пробуждения здесь случаются из-за того, что человеку в принципе необходимо потреблять пищу. Человек просыпается, встает, принимает какое-то количество пищи, обычно это не превышает 300 ккал, где-то съест колбаску, где-то сыр, где-то конфету, где-то шоколадку, и после этого ложится спать. Соответственно, он этим не освещается, потому что целый день голодал, снова поднимается, снова ест, и вот так в принципе всю ночь он находится в таком вот замкнутом круге, на замкнутом цикле. При этом в синдроме происходят определенные нейроэндокринные изменения. Значит, изменяется секреция мелатонина, гормона, который отвечает за физиологический сон, изменяется концентрация лептина, который у нас работает как гормон, который подавляет ночной аппетит, чтобы мы ночью не вставали, ничего не ели. А также меняется уровень кортизола, причем меняется секреция кортизола, он становится достаточно высокий, но это больше как реакция такая на стресс происходит. Так, и что нам дает в принципе понимание этого синдрома, что он из себя представляет? Чаще всего старт происходит на определенном мыслительном уровне, то есть человек с обычной массой тела или избыточной начинает каким-либо образом пытаться сбросить вес, то есть периодически ему не нравится образ собственного тела, вот он пытается каким-то именно агрессивным способом как можно быстрее избавиться от лишнего веса. Что он делает? Он ограничивает себя сначала в приеме пищи, да, то есть че я не буду есть, побыстрее похудею. Вот, и это оказывается достаточно плачевно, потому что день, два, три можно еще, так скажем, не есть как-то себя изолировать от приема пищи, но затем все равно потребность в белках, жирах, углеводах никуда не девается, и приходится тем не менее что-то кушать. И вот это вот кушать, оно приходится на вечерний промежуток времени. Таким образом запускается определенный порочный круг, что утром как-то себя можно от еды изолировать, переключившись там на работу и на еще чего-нибудь, а вечером, когда уже ложишься спать, то надо, собственно говоря, что-то уже и покушать, потому что ограничивать себя постоянно невозможно в чем-то, тем более у нас этой еды в изобилии, и холодильник у нас всегда находится рядом. Вот, и из-за этого на поведенческом уровне вот формируется вот такой вот стимул-рефлекс, да, по которому, собственно говоря, человек начинает жить. И из-за этого уже вторично формируются вот эти нейроэндокринные нарушения, больше эндокринного, конечно, характера, вот, которые, в принципе, стараются поддерживать. И получается у нас здесь две связи сформировались. Одна на психическом уровне, вторая на физиологическом уровне, и разорвать ее бывает здесь очень сложно. Но, тем не менее, с этим что-то надо делать, да, как это лечить. Ну, во-первых, необходима изначально консультация эндокринолога, да, для понимания того, что происходит с человеком, какие у него есть последствия от этого синдрома. Возможно, здесь есть какие-то вторичные изменения, есть еще дополнительные болезни, потому что у людей с избыточным остел, ожирением, есть определенный букет, возможно, из-за болевания, которые тоже надо учитывать. И в дальнейшем здесь, конечно, нужен либо психиатр, либо психотерапевт для понимания выраженности депрессии из этого состояния, и, соответственно, подбора медикаментов, да, которые необходимы здесь для лечения как раз депрессивного расстройства. Также очень важно здесь использовать как раз психотерапевтический метод. Здесь как раз там на помощь приходит именно когнитивно-поведенческая терапия, потому что раз человек сам себе сформировал вот такой условный стимул-рефлекс, то есть он сам для себя придумал определенные правила, по которым живет и не может избавиться, и от этого можно, в принципе, и избавиться при помощи другого специалиста, который как раз помогает разобраться с мыслями, помогает сформировать новый этап поведения и, в принципе, отказаться от того, что вот получилось. Это также позволяет уже улучшить образ собственного тела, восприятие человеком себя, и постепенно это тоже влияет на снижение массы тела и, в принципе, на похудение. Как-то так. Поэтому, если вы хотите узнать что-либо еще о расстройствах пищевого поведения, о психотерапии, подписывайтесь на канал меднаука.нет, а также посещайте информационный портал. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.